От обезболивающих до жизненно необходимых. На полках российских аптек все меньше лекарств. В конце июля государственные больницы получили от российского Минздрава документ с перечнем в почти 200 наименований препаратов, которые или совсем исчезли с российского рынка, или пропадут в ближайшее время. У многих нет аналогов, а качество медикаментов, которыми заменяют зарубежные лекарства, вызывает сомнения. Так, швейцарский препарат пульмазим от муковисцидоза в российских аптеках не найти. А российский аналог тегераза подходит не всем. Я знаю тех, кто после пульмазима начали дышать тегераза и перешли на нее. Это вынужденная мера, но мы понимаем, что иностранные лекарства не будут нам поставляться всегда. И в любой момент нам к любому лекарству может быть отрублен доступ. Светлана Белоусова, координатор проектов российского благотворительного фонда «Кислород». В комментарии изданию The Insider. В Россию перестали поставлять средства Микардис. Немецкий препарат назначают при артериальной гипертензии. Врачи и пациенты выбирали его, так как в отличие от аналогов он почти не вызывает побочных эффектов. Он, Микардис, относится к лекарствам последнего поколения. По этой причине он мягко действует на организм пациента и, как правило, не вызывает побочных эффектов. Но при этом защищает человека от инфаркта, инсульта и поражения почек. На рынке есть ряд более дешевых аналогов. Однако при назначении лекарств другой группы, старого поколения, существует риск подбора неправильной дозировки. Кроме того, у аналогов могут быть побочные эффекты. Из сообщения российского издания «Ведомости» со ссылкой на врача-кардиолога Ярослава Ашихмина. На обращение позиционных российских журналистов в Росдравнадзоре отмахиваются, мол, решение немецкой компании, которая производит Микардис прекратить поставки, не влияет на доступность Федерации препаратов с тем же действующим веществом. Нужно понимать, что лекарства это не только таблетки, которые привозили или, скажем, сейчас делают в России, но это в первую очередь технологии. Это и вспомогательные вещества, и аппаратура, и, скажем так, упаковка. И для того, чтобы, если можно сейчас субстанцию где-то им взять не в Европе, а в Китае или в Индии, например, то заменить некоторые вспомогательные вещества, которые используются, скажем, при прессовании таблеток, при ампулировании тех иных лекарств. Для этого нужно разрабатывать технологические процессы новые. Но разрабатывать те самые технологии, как, впрочем, и лечить некому. В России дефицит медиков. Нехватку медперсонала среднего звена в российском Минздраве оценивают в 50 тысяч человек, а аналитики в 150 тысяч. Часть врачей выехала, и желающих посвятить себя медицине из года в год становится меньше. Особенно трудно, а в небольших населенных пунктах России практически невозможно найти узких специалистов. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.